приветствую всех на канале эрзон game ну или как говорят в одессе здравствуйте каждому давайте сегодня с вами вместе зайдем на один проект который расположен на платформе 5м и называется он оазис роли play на данном проекте примерно год назад я уже побывал побывал посмотрел и я выделял этот проект среди массы таких же проектов на платформе 5м да этот проект немножко отличается от других а вот чем он отличается или как он развился спустя целый год после моего посещения мы сегодня наверное с вами и посмотрим что есть на этом проекте что добавилось а что осталось также и не изменилось давайте потихонечку заступать ну и при входе на этот проект нас встречает вот такой вот красивый сочный ролик правда этот ролик наложен на музыку у которой есть авторские права я здесь делаю музыку чуть-чуть потише ну и вот наверное с помощью того что я буду что-то говорить про этот ролик может быть youtube это дело пропустит ну вообще конечно печально потому что авторские права на ютубе такая штука который к сожалению ну никак не обойти но ролик вот такой симпатичненький музыка тоже симпатичным к сожалению авторская поэтому будет звучать она очень тихенько может быть и проскочит ну а мы с вами заходим дальше ну а дальше на этом проекте со мной случился вот такой вот казус который я не знаю как объяснить когда я зашел я оказался в больнице вот в таком вот виде не знаю что это как это я долго не заходил поэтому то есть спустя год если ты заходишь то ты появляешься вот таким скелетоном я не знаю что это прикол или баг не знаю если это прикол ну тогда да это смешно но только как это вылечить то вот хрен его знает да я походил по больнице мясо не нарастает ни хрена ну естественно что помогло только перезаход и да спустя какое-то время я перезашел и все на моем скелетике наросло мясо прикольно выглядит но действительно не знаю баг это или прикол если прикол здорово если баг то странный какой-то ладно давайте смотреть дальше хотя должен сказать что впоследствии я пожалел что перезашел надо было мне продолжать снимать ролик вот в таком вот скине скелетика ну ладно сделано что сделано мясо на мне наросло давайте смотреть и первым что посмотрим эта карта мне еще тогда год назад я говорил заходил что эта карта мне не нравится не нравится она мне потому что она не высвечивается вся вы можете заметить что когда открываешь карту высвечивается иконки таким пятачком посреди карты а края карты не не задействованы там не видны иконки и то же самое работает и на мини карте если вы прокладываете маршрут то маршрут урезается потом вы можете заметить это вот если обратите внимание на мини карту мини карта работает тоже не вся не знаю в чем здесь прикол но это так неудобно просто жесть действительно очень неудобно когда что-то ищешь загорается в самый последний момент это иконка не знаю для чего это сделали то это такой способ оптимизации карты или что это не знаю но очень неудобно просто вот мега неудобно хуже я даже не знаю что может быть имеется ввиду конечно же по карте я показывал много карты где-то убраны иконки в телефон где-то еще что-то но вот такой вариант самый неудобный особенно работа с мини картой когда вы прокладываете маршрут а маршрут рисуется на два сантиметрика впереди вас но хрен знает в какой момент куда поворачивать очень неудобно ну и вот так вот выглядит карта и хватит они давайте перейдем на менюшки меню магазина еще в первый раз я говорил что меню на этом проекте очень мелкие очень мелкие я не знаю зачем вы экономите место вокруг вот вокруг же есть огромное количество места да почему не увеличить эти менюшки но очень мелко написано просто очень мелко следующим но это уже наверно касается не только магазина а вообще в целом проекта очень долго прогружается то есть после нажатия клавиши взаимодействия и это менюшка выскакивает наверное спустя секунд 10 может 12 и и так постоянно первый раз когда вы заходите в магазин прогруз менюшки очень долгий но естественно выполнена на вот таким вот образом по цветовой гамме претензий нету по размеру есть почему ее не увеличить хотя бы вот до таких размеров как это сделал я что вы экономите вы оплачиваете свободное место что ли почему не сделать менюшку больше об этом я кстати говорил и в первый свой визит но вот менюшки мелким я уверен что если вы смотрите на телефоне вы даже не можете прочитать что здесь написано вот я уверен на этом у меня рабочий монитор большой а 2 дополнительный маленький вот на маленьком я не могу ничего прочитать вот настолько здесь все мелко хотя вот наличие и количество товара в магазине мне очень понравилось много всего и все это в одном месте но не понравилось мне следующий этап моего путешествия на этом проекте заправка ну опять мелко все написано оформление приличное написано мелко но заметьте какое здесь поставлено время заправки я покажу вам его с самого начала до самого конца. Вырезано только как я подходил, как я нажимал кнопку взаимодействия и тому подобное. Сам процесс заправки сейчас перед вашими глазами. Зачем такой долгий процесс? Вы сейчас все это видите. Я покажу от начала до конца. Понимаете, в совокупности со всеми прогрузками этого проекта, а проект крайне неустойчивый, нестабильный, я уже показал магазин и сказал, что менюшка включается где-то секунд, наверное, через 7-10, как-то вот так вот. Не сразу. Здесь точно так же у меня, например, прогружалась примерно 10 секунд мэрия. Я еще вам покажу магазин. Проект очень крайне неустойчивый. Очень долго все прогружается. И в совокупности с этим вот такая вот заправка, а заправляться, надо сказать, надо достаточно регулярно. Такая длинная заправка, она себя не оправдывает. Зачем? Дань реализма? Да нету здесь реализма. Вы только что видели скелета в больнице. И я вам еще в дальнейшем покажу, какой здесь реализм. Зачем? Делать вот такую долгую заправку. Вот хоть убейте, я не понимаю. И, в общем-то, бог с ней с этой заправкой. Поехали дальше. Первое, что бы мне хотелось вам показать, это скрипт на работу дальнобойщика. По моему мнению, это лучший скрипт на работу дальнобойщика. Туда вот мы сейчас отправляемся. Находится данное рабочее занятие в порту. Выбрано хорошее место, хорошая локация. Все достаточно адекватно и антураженько. Подъезжаем, ставим свою машинку и заходим в помещение. Да, здесь выбрана вот эта вот локация и вот такое вот помещение, в которое мы сейчас и зайдем. Здесь стоит компьютер, с которым надо взаимодействовать. Ну, а дальше, дальше я вам скажу, что это просто мини-игра на подобии Евротрак-симулятора или Американ-трак-симулятора. Если кто играл в эти игры, то вы знаете, о чем я говорю. Вот таким вот образом оформлено меню. И это точная копия вот этих игр, которые я сказал. Точно так же вы здесь выбираете, сначала работаете на дядю, потом покупаете свой грузовик, прокачиваете грузовик, прокачиваете свой скилл, нанимаете ботов. В общем, все точно так же, как в Американ-трак-симулятор, только на карте ГТА. Вы ездите по карте ГТА. По оформлению вообще придирок нет. Все в очень красивых цветах подобрано. Единственное, опять все мелко, вот мелко. Не мешало бы эту менюшку доделать. Из плюсов, когда я заходил, было всего 4 грузовика для продажи. Теперь этих грузовиков 10. 10 добавленных новых машин. Здорово, замечательно. Все-таки расширяется игра и что-то в ней делается. Это здорово. Но вот увеличить надписи в менюшке или сделать саму менюшку хотя бы на весь экран, вот не мешало бы. Но почему-то этого не делается. Ну, а если уж говорить про саму игру, ну, играется действительно интересно. Если кому-то нравится Евротрак-симулятор, то это Евротрак-симулятор, но только вот здесь еще можно ходить по миру. В общем-то, это то же самое. Машина разбивается. Машинки, кстати, вот такие вот. Вот так вот выглядят новые добавленные модели, нестандартные. Машинки интересные. Нельзя ездить просто так все сбивать. Машину можно сломать, поэтому нужно покупать инструмент, ее чинить. В общем, вот вы сейчас видите. Еще расскажу, что если кому-то интересно, вот я ссылочку оставлял. Посмотрите, там я более подробно разбирал это рабочее занятие. Это Евротрак-симулятор. Симулятор, действительно, симулирует. Симулятор. Вот такой вот каламбурчик получается. Данная игра симулирует симулятор Евротрак-симулятора. Вот так вот это выглядит. Берем прицеп и выдвигаемся на точку. В общем, ничего сложного нет. По занятости я скажу, что да, ну, все зависит от настроек, какие добавляют авторы. Здесь, ну, настроечки сделаны хардовые, я бы так сказал. Быстро прокачаться не получится. Если кто-то хочет заниматься, да, кто-то любит играть дальнобойщиком, там, да, вам это зайдет. Это реально зайдет. Когда вы работаете на дядю, у вас постоянно рандомно выпадают разные машины. Вот мне выпала Вольво, да. Я показал. Их там 10 штук. Какая-то из них может вам попасться. Потом вы покупаете свою машину и работаете уже на своей машине, выбирая другие заказы. Ну, естественно, за другие денежки. Точно так продолжая себя прокачивать. Ну, и, в общем-то, что еще тут можно сказать? Приезжаете на точку, выгружаете. Вот если говорить про эти точки, то да, вот мне, например, выпала вот такая вот простая точка. Далеко, но простая. А я вот по пути встретил человека, который устал парковать свою машину. Да, точки везде разные. Точки есть хардовые, где вы задолбаетесь ставить машину. Есть простые, где подъехал и оставил. Вот такая вот работка. Еще расскажу. Если кому-то интересно, перейдите по ссылочке, посмотрите. Ну, или зайдите сами и попробуйте. Реально очень интересная работа дальнобойщика. Очень интересная. Но не будем на ней заострять внимание. Продолжаем двигаться по проекту. Рабочих занятий здесь огромное количество. Беда только в том, что есть рабочие занятия, которые, вот как дальнобойщик, вы можете найти прямо на карте. А другая, что есть рабочие занятия, которые требуют трудоустройства через мэрию. Но как об этом узнать? Да никак. Только если вы прибегаете на точку, а она не работает. Значит, вы должны знать каким-то, ну, видимо, волшебным образом, что надо идти в мэрию. Ни телефон, ничто вам здесь, в общем-то, не поможет. Кстати, если говорить про телефон, то как на, наверное, на большинстве проектов 5M, телефон это просто звонилка. Он бесполезный. Он даже GPS не работает. Здесь какие-то есть функции. Хрен пойми, чего это. В общем, вы можете звонить, слать сообщение. Больше он вам ни к чему не нужен. Телефоны на платформе 5M практически везде бесполезный хлам. Но поговорить с другом или кому-то позвонить вы можете. Или, наверное, каким-то образом можно вызвать такси. Но приложения такси нет. Как его вызывать, на самом деле, не знаю. Видимо, надо знать телефон. Ладно, оставим телефон в покое. Как я и сказал, на большинстве проектов 5M это просто, ну, просто телефон. В общем, вот и все. Двигаемся дальше, и следующее рабочее занятие электрик, которое мне не понравилось вот совсем. Выглядит вот таким вот образом, как вы сейчас видите. Заходим, нету никакого интерьера, ничего. Нажимаем взаимодействие, тут же тэпаемся в машину, и едем. Слава богу, что ехать недалеко. Но, опять же таки, есть выбор двух точек. Если выберете вторую точку, ехать далеко. Если первую, то близко. Видимо, есть такой вот выбор. Как это выглядит, вы сейчас видите. Ничего такого особенного я здесь не увидел. Подъезжаете, варите какую-то штуковину, да, и все, и возвращаетесь. На этом работа закончилась. Опять устраиваетесь, опять тэпаетесь в машину, едете опять на эту же точку. Точки всего две. Опять варите, возвращаетесь, и вот так по кругу. Если в качестве фарма денег, то, ну, так себе такое вот, ну, средненькое занятие. По интересу вообще неинтересно. Вот вообще неинтересно. Страдает как оформление данного рабочего занятия, так и исполнение. Неинтересно и выполнено вот таким вот образом. Машина исчезла прямо из-под задницы. Ладно, оставим в покое это рабочее занятие. Пошли дальше. Быстренько пробежимся по тем рабочим занятиям, которые надо получать в мэрии. Такой а-ля Редага. Заходим в мэрию, выбираем из списка, список вы сейчас видите, любую из профессий и выдвигаемся. Опять проблема 5М. На всех проектах 5М, когда вы выбираете рабочее занятие, ищите его сами. Вот так вот здесь устроено. Я уже неоднократно на это бомбил, везде это показываю. Где это? Открывайте карту и ищите сами, самостоятельно. А карту, как она работает, я показал в самом начале этого ролика. Ну ладно, что ж, выбираем наше рабочее занятие, открываем карту и начинаем судорожно искать, куда же нам надо выдвигаться. Игра вас никуда не направит. Никакого маркера на карте не загорится. Найдете? Хорошо. Не найдете? Это ваши проблемы. Кстати, работу машиниста, который есть на этом проекте, я так и не смог найти. Нашел ее только через день. Вот перебирая так карту. Ладно, выдвигаемся на следующее рабочее занятие, которое называется доставщик, ну или delivery. Так оно написано в мэрии. Данный скрипт я показывал на всех проектах. Это самый распространенный скрипт. Не самый плохой, нет, он хороший. Просто он самый распространенный. Куда бы вы ни зашли на платформе 5М, вы везде увидите эту работу доставщика. Выбираете мотоцикл, машину или грузовик и выдвигаетесь на точки. Как это оформлено, неоднократно показывал. Быстренько сейчас то же самое сделаю. Быстренько покажу, как это работает. Мы берем машину, едем, у нас всего выпадает, по-моему, 5 точек. На каждой точке надо остановиться, зайти сзади, открыть ворота. Ворота, кстати, открываются автоматически. Взять тележку и доставить груз. Все, вся работа. Оформлена красиво? Да, красиво. Интересненькая? Интересненькая. Старая? Да, очень старая и заезженная. Но, тем не менее, не потерявшая еще интереса к этому занятию. Я поездил с удовольствием. Прикольно сделано, интересненько. Давайте смотреть дальше. Профессия мусорщик. Точно так же берется в мэрии, едем на точку. Кстати, эту профессию найти на карте легко. Нарисована машинка мусорная. В общем-то, достаточно просто. Все остальные обозначены квадратиками. А эта машинка с мусором, поэтому находится достаточно просто. Приезжаем на точку, есть выбор двух машин. Я выбрал вот такую. Вторая, стандартная. Это нестандартная. Одно из уникальных решений, которые я говорил практически на каждом проекте. Ну, добавьте вы какую-нибудь интересную, уникальную машину. Ну, скучно же на одной и той же машине из проектов проект. Куда не зайдешь, везде есть мусорщики и катаешься по карте, да, но везде стандартные машинки. Здесь машинка нестандартная. Машинка прикольная. С анимацией. Сзади открывается лючок. Можно заметить, что и сам контейнер мусорный тоже уникальный. Это нестандартный. Я доставал стандартный. Они отличаются. Тот светлый, серый, пошарпанный. Это такой новенький. Вот. В остальном, в принципе, все то же самое. Ездим по точкам, которые отмечены на карте. Хотелось бы докопаться, что нет направленности привязки анимаций, да, то есть мы можем ковыряться в воздухе. Ну, то есть персонаж не направляется в сторону бачка. Он ковыряется там, где ты нажмешь букву Е. Но зато здесь есть еще одна уникальная штучка. Это вы можете ложить мусор только сзади. Например, на проекте Московия есть такая же работа, но вы можете закинуть мусор в кабину, в капот, в бак, куда угодно. Куда подойдете, туда и закинете. Нет, здесь только сзади. Ну, и если вы встанете вот так вот, как я показываю, да, то вообще можно повернуться направо, подобрал, повернуться налево, положил, подобрал, положил, подобрал, положил. Фармится достаточно быстро. Вообще, в принципе, работа как работа, но интересненько. Ну, и плюс то, что свежая, интересная машинка. Заканчиваем рассматривать эту машину и эту работу и двигаемся дальше. На следующее рабочее занятие, которому хотелось бы посвятить немножко больше времени. А дело в том, что это такой же скрипт, как я показывал на работу дальнобойщика, только переделанный на летную технику. Ну, и, конечно же, урезанный по функционалу. Здесь нельзя нанимать ботов, здесь нельзя создавать собственную компанию, но здесь можно прокачаться, заработать и купить собственный самолет для того, чтобы потом получать более выгодные и дорогостоящие заказы. Ну, а выглядит это вот таким же образом. Как видите, дизайн и оформление все точно такое же, как на первом рабочем занятии, которое я показывал, работа дальнобойщика. В общем-то, это тот же самый скрипт. Работает все примерно точно так же. Но в начале ролика я говорил, что проекту не хватает стабильности. И действительно, вот здесь, на этом летном занятии, это как раз таки сказывается. Сервер иногда подлагивает. Ну, а когда вы летаете, вот эти вот микрофризы, они мешают. И второе, когда вы садитесь на взлетную посадочную полосу, а она здесь выполнена в виде вот этого вот авианосца, ну, по крайней мере, пока для того, чтобы прокачаться и летать на дальние расстояния, нужно время. Ну и как один из элементов этого рабочего занятия, это вот этот вот авианосец, который, если вы можете заметить, я не стал на этом обострять внимание, стоять, показывать это, но там периодически прорисовываются объекты. Какие-то самолеты, какие-то вертолеты, какая-то техника, она то появляется, то исчезает, то появляется, то исчезает. Это говорит о том, что не очень правильно и некорректно сделана работа по карте. Я не знаю, какие редакторы есть в GTA, я знаю, какие редакторы есть и как работаются с картами в других проектах, там, на базе DAIS, на базе ARM. Там все делается через редактор карты, там объекты навсегда удаляются, потом это все дело сохраняется и уже заливается на сервер. Здесь такое ощущение, что какая-то стоит программа, которая убирает в инвиз вот эти вот объекты. Но они опять прогружаются, прорываются, а эта программа, видимо, опять их каким-то образом гасит, и постоянно вот это мерцание каких-то левых объектов. Это можно заметить не только здесь. Если заехать на карьер, то там тоже стоят здоровые огромные машины Белаза, да, ну там они называются Катапиллеры, это я привожу просто пример более знакомого машины, да, карьерный самосвал, Белаз, такие вот стоят. Если к ним подходишь, они то появляются, то исчезают, то появляются, то исчезают. То есть сервер постоянно прогружает вот эти вот левые объекты, которые можно, в принципе, было бы удалить навсегда. Но здесь вот это выглядит таким вот образом. Ну, а сама работа достаточно прикольная. Единственное, что вот сажать самолет для новичка, для новичка, опять же таки, да, для непрокаченного, на авианосец достаточно сложно. Странное решение, потому что мне бы казалось, что для новичка, наоборот, надо было нормальный аэродром сделать, а вот это уже, наоборот, как сложность, как для прокаченного пилота. Ну, сделано, как сделано. В принципе, прикольно. Ну, я постоянно падал. У меня залипает шифт, а именно ускорение на самолет у меня стоит на шифте. И я постоянно падал вниз. Здесь точно так же, как на работе дальнобойщика, нужно поставить вот в такое вот положение самолет. Нарисован квадратик, да, и вот туда вам надо самолет поставить, чтобы задание засчиталось. Поставить несложно. Ну, сложно мне, потому что у меня постоянно залипает шифт. Поэтому я очень много провел времени в воде. Занятие очень прикольное. Да и надо честно сказать, что нечасто встречаются рабочие занятия, связанные с полетами. Я встречал несколько раз, два или три раза на каких-то из проектов. Но вот так интересно выполнено только здесь. Действительно интересно. Но опять надо вернуться к тому, что проект нестабильный. Меня на этом занятии два раза выкинуло, когда я сажал самолет. Начинается загрузка, засчитывание моего прогресса и на этом игра зависает. Ждать, что игра отвиснет или рассчитывать на то, что прогресс вам засчитается, наверное, не стоит. Потому что из всех трех раз, когда меня выкидывала игра зависала, не засчиталось ни разу. Поэтому я, в общем-то, не прокачался нисколько. И в какой-то прекрасный момент подо мной завис маркер. Видите, я теперь хожу со своим собственным маркером, который раньше стоял, видимо, здесь. Но теперь он все время будет со мной. Это из-за того, что сервер все время подлагивает. Он очень нестабильный. Об этом я сказал в самом начале. Очень нестабильный и очень тугой. Все прогружается очень долго. Ну, а я отправился на следующее рабочее занятие, на котором, кстати, такого маркера нет. Ну, это не беда. Я принес с собой свой собственный маркер. Будем его рассматривать. Но прежде чем рассмотреть следующее рабочее занятие, хотелось бы опять коснуться нестабильности сервера. Дело в том, что здесь, вы, наверное, заметили, стоит такой лазурный решет фильтр, который изменяет цветовую палитру. Да еще и ко всему тому здесь нестандартная карта. Карта дополненная. Вот сейчас вы можете видеть разницу. Слева это карта оазиса, а справа это стандартная карта. Ну и вот, что называется, почувствуйте разницу. Мне кажется, что все вот это вот вкупе и неправильная работа с картой, и сама дополненная карта, и наложенный этот фильтр, все это, может быть, и дает вот эту нестабильность проекту. Ну, не знаю. Это только мое мнение. Я не лазил в технические характеристики, не раскрывал этого проекта. Не знаю. Ну, проект очень нестабильный. Давайте возвращаться к рабочим занятиям. К занятию морехода. Да-да, здесь есть и мореходка. Вот таким вот образом она выполнена. Ну и да, это, опять же таки, тематика того же самого скрипта на дальнобойщиков, на пилотов, но только здесь морская тематика. И, в общем-то, наверное, погружаться в разъяснение нет никакого смысла. Я уже объяснял на работе дальнобойщиков, на работе пилотов. Это то же самое, только морская тематика. Вот и все. Но здесь опять подключается та самая тормознутость этого проекта и нестабильность. Я выбрал маршрут, нажал кнопку и даже подумал, что ну не работает. Тут видите, я просто хожу, хожу, брожу. Я подумал, что ну не работает это рабочее занятие. И даже уже хотел уйти. Как вдруг сервер прогрузился и меня кинуло вот на такой вот кораблик. И смотрите, какие размеры корабля. Масштаб просто серьезно поражает. Огромная, огромная посудина. И опять, опять я должен сказать, что мало того, что не на большом количестве, так скажем, проектов, вы увидите морскую тематику. Какие-то рабочие занятия, связанные с мореходством, ну это редкость. Есть какое-то подводное ныряние, есть там я видел проект, где надо опускаться под воду на подводной лодке. Но вот чтобы ходить на кораблях, честно говоря, я даже не припомню. Где-то я видел, но вот сейчас даже и не припомню. Здесь это есть. И посмотрите, как это выглядит. Это просто бомбически. Огромнейшая посудина, которую вам предстоит управлять. К управлению есть претензии. Я старался, чтобы это на картинке выглядело более-менее антуражно. Но управляется эта посудина хреновенько. Честно говоря, хреновенько, врать не буду. Но все равно это очень масштабно выглядит. Где еще такое можно увидеть? Вот на каком проекте есть вот такое судоходство. Конкретное судоходство. И единственное, о чем я жалею на момент монтажа, что я не могу показать вам, как это выглядит в лучах дневного света. Я дождался утра, потратил время, взял опять эту работу, подплыл. Но, видимо, опять из-за каких-то неровностей в работе сервера, звук баганулся. Но я увидел это только сейчас, на момент монтажа. Стоял жуткий треск. Не знаю, откуда он взялся. В ночное время все нормально работает, а днем у меня появился какой-то непонятный треск. Поэтому я и не буду вставлять эти кадры. Треск мне никак не убрать. Но в ночных лучах это выглядит вот так. Все равно это очень и очень эпически. Если бы авторы поработали немножко над управлением этого судна, было бы еще лучше. Я, как и сказал, я пытался, чтобы судно выглядело нормально. Но на самом деле такое ощущение, что ты управляешь каким-то бревном. Очень оно неповоротливое, когда идет. И наоборот, можно крутиться на одном месте. В общем, вот над этими настройками я бы на месте авторов поработал. А так это выглядит очень эпично. Хочется этим заниматься просто по той простой причине, что больше такого нигде нет. И я бы еще поплавал на таком кораблике, но надо двигаться дальше и показать вам еще одно очень интересное занятие. Занятие фермера. Из минусов сразу скажу, что очень тяжело отыскать. Невзрачная, неприглядная иконка, закрытая, перекрытая другой иконкой. Но находится она вот в этом вот месте. Аэропорт. Старый деревенский аэропорт. Здесь стоит NPC-шка, с ним взаимодействуем. И дальше начинается самое интересное. Что-то подобное я видел всего лишь на одном проекте. Это был проект Майзен. Он открылся на короткое время, потом он закрылся на доработку и сейчас, по-моему, совсем зачах. Смотрите, выбираем поле у NPC-шки, тэпаемся в трактор и приступаем. Но для того, чтобы приступить, нам надо прицепить к себе прицеп, который стоит тоже рядом. Прицепляем этот прицеп. Опять я должен упомянуть, что сцепка трактора с чем-либо я видел только на Майзене. Но его сейчас нет. Прицепляем прицеп и выдвигаемся на то поле, которое мы выбрали из какого-то перечисленного списка. Я выбрал, по-моему, седьмое, что ли. Туда прокладывается маршрут. Маршрут отображается на карте, так что найдете вы его без каких-либо трудностей. И уже отсюда видно, вот там работает комбайн. Комбайн работает на поле. Вот он. И нам предстоит сделать то же самое. Паркуем трактор так, чтобы он никому не мешал. Вот я поставил вдоль дорожки его. Вот мое поле. Оно заросло. Рядом стоит поле. Оно тоже в траве, но каждый видит свое поле. Поэтому соседний трактор кажется, что ездит просто по голому полю. На самом деле у него тоже есть травка, просто я ее не вижу. Начинаем работать. Косим травку. Травка исчезает. И вместо нее сзади из комбайна вываливаются какие-то тюки соломы. Видите, вот они. Я прошел грядку одну, да, и вот они повываливались. Ну и так далее. По мере прохождения комбайном по этому полю скашиваем траву, вываливаются тюки. Замечательно. Дальше надо припарковать обратно комбайн, ну или просто бросить его, где вы закончите, и вернуться обратно в трактор. В тракторе, естественно, у нас уже прицеплен прицеп. Заезжаем на поле и начинаем носить вот эти вот тюки. Здесь у меня есть несколько претензий. Почему не подобрали нормального размера тюки? Ну выглядит же нереалистично. Да, еще в самом начале, когда я говорил, что заправку сделали такой длительной, что в реальности я заправляюсь гораздо быстрее, чем на этом проекте. То здесь вот почему-то не подобрали нормальные тюки. А это странно, потому что нормальные модели тюков валяются прямо здесь же на ферме. Небольшого размера квадратные тюки, которые можно было бы применить. Ну вот почему-то автор остановился вот на таком. Ну выглядит это, конечно же, я бы сказал, ну мега нереалистично. И мне очень хотелось бы надеяться, что авторы это исправят, но исходя из увиденного на этом проекте, а за год не изменилось ровным счетом ничего. Ни по косякам, ни по иконкам, ни по карте, ни по настройкам шрифтов, ничего не изменилось. Я думаю, что и это останется здесь навсегда. Но тем не менее, мы загрузили трактор и отправляемся в начальную точку. Ну а по прибытии на эту начальную точку нам предлагается либо закончить на этом наш фарм, да, и получить 4000, либо продолжить эту длинную цепочку по работе и получить 10000. Естественно, соглашаемся. И тогда появляется грузовик и прицеп. Подгоняем наш трактор ровно так, как указано, по колечкам выравниваем и начинаем перегружать с нашего трактора в прицеп этого автомобиля. Грузовика, тягача. Заметьте, какое количество техники задействовано в этом скрипте. Это же с ума сойти. Я на самом деле вижу это первый раз. У нас задействован трактор, прицеп к трактору, тягач, прицеп к тягачу, комбайн. Пипец. Действительно, я вижу такой скрипт первый раз. Обалденно сделано. К выполнению, да, есть претензии. Нереалистично, слишком жирные кружочки, но тем не менее. Перегружаем с одного прицепа в другой и садимся в тягач. После чего, конечно же, прицепляем наш полуприцеп к тягачу и везем наш урожай продавать. Везти надо в Палета Бэй, в район вот этих вот складов. В общем-то, не так далеко. От фермы это находится недалеко. Примерно километров, наверное, пять. Подъезжаем, ставим прицеп примерно там, где вы будете разгружать. Надо учитывать, что разгрузка идет с двух сторон и начинаем разгружать. Тут опять включается в дело вот эта вот нереалистичность. Ну, слишком большие тюки. Выглядит это, конечно же, комично. Но в целом, в целом этот скрипт обалденный. Действительно, я вижу такой первый раз. Чтобы было задействовано в одном скрипте. Такое количество механик и транспорта действительно вижу в первый раз. Прикольно сделано. Действительно прикольно. Если бы поработать немножко над антуражностью, может быть, не надо сделать такие уж огромные колечки, вот эти вот парковочные, и поменять вот эти все-таки нереалистично огромного размера тюки, которые он с такой легкостью носит и бросает. Ну, может быть, будет чуть-чуть поприятнее это все выглядеть. Но все равно очень интересное занятие. Ну и если уж говорить о финансовой части, то оно, по-моему, самое прибыльное. Да, займет какое-то время. Но, во-первых, это интересно. Вы все время в этом скрипте занимаетесь чем-то разнообразным. Ну, и вторых, это приносит неплохой доход. 10 тысяч с одной круговой ходки. Правда, после этого, как вы разгрузили машину, надо доставить обратно на вот этот вот аэродром в район фермы. И все, на этом работа заканчивается. Еще раз скажу, скрипт очень хороший, интересный, но надо поработать, наверное, все-таки над антуражностью. Ну и в конце, наверное, надо подвести какой-то итог по этому проекту. Здесь еще есть рабочие занятия, до которых у меня просто не дошли руки. Так, тут есть машинист, который тягает какие-то огромные локомотивы. Тут еще есть ряд работ. Можно добывать лес, можно добывать какую-то руду, это все дело перерабатывать. Много интересных занятий. К сожалению, все я показать в этом ролике не смогу. Он и так растянулся уже до неимоверных размеров. Если говорить в целом о проекте, то, как я и сказал в самом начале, он отличается от ряда схожих проектов на платформе 5М. Чем он отличается, я, наверное, вам показал. Ну, а потому как развивается этот проект, конечно, я ничего хорошего сказать не могу. Вот какие косяки были год назад, такие они и остались. И мелкие таблички, и мелкий шрифт, и не все понятно, и нет интуитивности. Очень плохо работает и основная карта, я это показал в начале ролика. Также плохо работает мини-карта. Практически ничего не переведено. То есть, если включить какую-то анимацию, то задолбаешься переводить, что она обозначает. Меню основной карты тоже практически не переведено и не интуитивное. Телефон, я тоже его показывал, это просто карманный камень. По нему можно звонить или отправлять сообщение. Больше он вам ни в каком порядке не помощник. Ну, на все то, что я сейчас перечислил, в принципе, можно закрыть глаза. Да, там мелко написано, не читается. Ну, че ж, одевай очки, да, и там лупы води по экрану. Хрен с ним. Но главная проблема данного сервера, это его неустойчивость и нестабильность. Проект очень неоптимизированной. И я надеюсь, что я это показал. Действительно, очень много что мерцает, зависает, выкидывает. И вот в данный момент я пытаюсь показать вам, какой здесь красивый автосалон. И автосалон действительно красивый. Посмотрите, какая модель автосалона сделана. Я такого тоже не видел. Это какая-то уникальная моделька автосалона. Красивый дизайн, интерьерчики, все здорово. Но если вы захотите посмотреть машину, приготовьтесь сидеть здесь часами. И я нисколько не утрирую. Каждая машина, вы сейчас это видите, прогружается просто какое-то неимоверное количество времени. Из-за этого я не смогу вам их показать. Я открыл несколько и чуть с ума не сошел. Каждую машину надо ждать, пока она прогрузится. И так весь сервер. Вот куда бы вы ни зашли, первая прогрузка будет просто катастрофическая. Дальше, если вы уже открыли эту машину, она будет прогружаться нормально. К сожалению, очень много вот этих вот недостатков на этом проекте. Хотелось бы, чтобы все-таки разработчики этим занялись. Но вот спустя год все эти косяки, какие я показывал на том обзоре, они до сих пор здесь. Не знаю, что будет дальше с этим проектом, будет ли он развиваться, будут ли все-таки разработчики работать. Но хотя бы из-за того, чтобы посмотреть на эти скрипты и интересные занятия, я бы вам порекомендовал сюда зайти. Так что заходите, играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте свое РП. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok